Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. В данном обзоре мы рассмотрим рюкзак фирмы Deuter, который называется TransAlpine, версия Pro 24 литра. Итак, что же это за рюкзак, чем он хорош и так далее. Рассмотрим поподробнее. Начнем, как обычно, с дымного подвеса рюкзака. Вот такая достаточно комфортная оригинальная конструкция. Называется I-Stripes. Благодаря этим подушечкам между спиной и спинкой рюкзака образовывается достаточное для вентиляции пространство. Как мы видим, вся конструкция сетчатая, из перфорированного пенного материала. И поэтому мягкая, удобная и вполне продуваемая и комфортная. Точно так. То есть, с перфорированной пеной сделаны непосредственно лямки, обтянутые сетки. И все, опять же, для максимальной бетелябельности данного изделия. Имеется регулировка знакомого рюкзака, грудная стяжка с небольшой демпфирующей резинкой, а также непосредственно регулировка по высоте самих лямок. Пояс сделан по тому же принципу, что и спина. Из такого же качественного, мягкого и легко проветриваемого материала. На поясе присутствуют карманы для тех мелочей, которые должны быть под рукой. Как-то, не знаю, мобильный телефон, какие-нибудь мелочи, ножик и так далее. Два кармана. Можно туда разместить много всяких полезностей. Мощный фастекс, блокирующий пояс и легко расстегивающийся. И, естественно, регулировка по ширине, которая производится от бедра к центру. Это то, что касательно несущей основы данного рюкзака. Теперь посмотрим лицевую сторону. В саду хочу обратить внимание, что на всех отделениях стоят молнии со двойными собачками. Мало того, на всех язычках данных собачек предусмотрены специальные кнопки, которые лакируют их между собой, не позволяя тем самым самым произвольно расстегиваться. Буквально на каждом кармане такая же система. Первое, что мы видим на поверхности рюкзака, это, я бы назвал, вот такое универсальное отделение. Данные лямки прячутся внутрь и могут быть отрегулированы под линия. Со всеми четырьмя. Поэтому под этим клапаном вполне можно крепить, как, например, шлем, например, скейтборд и даже, я думаю, в теории сноуборд. Правда, на сноуборд он менее рассчитан. Так, под этой системой мы наблюдаем вот такой вот клапан. Он очень хорошо открывается практически полностью и представляет из себя это отделение небольшое, достаточно вместительный органайзер. Есть карманы как на самом язычке данного отделения для всевозможных мелочей, так и в самом отделении для ручек, блокнотов и еще чего угодно. Карабинчик для ключей. Такой вот кармашек, в котором вполне можно хранить, скажем, солнцезащитные очки. Все сделано очень качественно, надежно, по уму. Закрываем это отделение. Сразу посмотрим, обратим внимание на то, что внизу данного рюкзака присутствует так называемый нижний вход. Крайне удобная вещь. Чтобы не перерывать весь рюкзак, для того, чтобы достать что-либо снизу, мы можем просто открыть нижний вход и попасть в рюкзак снизу. Это значительно удобнее. Если нужно что-то сверху, соответственно, вход сверху достаем. Если что-то лежит внизу, можно достать отсюда. Кроме того, рюкзак является своего рода двухэтажным. Тут присутствует вот такая вот межотсековая мембрана, которая, если застегнуть ее данной молнией, образует абсолютно отдельный нижний отсек. Достаточно удобное решение. Если, например, вы хотите поместить сюда, скажем, какие-нибудь кроссовки, дабы ими не пачкать близлежащую одежду, куртку или что-нибудь, что у вас находится в рюкзаке. И в самом нижнем отделении мы видели сразу, просматривалось там через ткань, отделение с дождевой защитой. Вот такая очень яркая дождевая защита рейнкавок. Если идти вдоль дороги, днем ли, вечером, всегда хорошо будет видно. Замечательно светроотражающее лаймор, которое видно издалека. В случае, если он испортится, или вы захотите его поменять, он вполне отстегивается. Так что, пожалуйста, на любой вкус. Заглянем поглубже. Сбоку рюкзака компрессионные стяжки, позволяющие выбрать излишнее пространство, тем самым зафиксировать все внутреннее содержимое, которое вы переносите, дабы оно не шаталось, не болталось, и, скажем так, не мешало вам при ходьбе. Тут же присутствует сетчатый карман, предназначенный либо для переноски каких-либо влажных вещей, которые тут способны подсохнуть на ходу, либо же, скажем, сюда вполне влезет бутылка с минералкой. И зафиксируется, соответственно, боковой стяжкой, дабы не болтаться. Посмотрим основные отделения данного рюкзака. Следующим номером идет вот так вот абсолютно хорошо открывающийся отделение. Тоже достаточно удобное решение. Достаточно удобное решение. можно достать практически любую вещь по всей площади рюкзака. Чемоданный вариант открывания. Открыли, взяли, что надо, закрыли. Тут же присутствует вот такой карманец, куда вполне войдет, скажем, какой-нибудь блокнот, если необходим. Сюда вполне может приместиться папка с документами, файлами и так далее. Здесь же, как мы видим, идет междоотсечная перегородка пристойглая, на которой он показывал ранее. А также небольшой карманец, который вполне сгодится для переноски, например, солнцезащитных очков, как вариант. И вдоль спины у нас расстегивается вот такой вот большой карман, который тоже может выйти в достаточно много документов. Кроме всего прочего, здесь присутствует вот такая плотная сетка для удержания питьевой системы. Вставляется сюда гидратор, крепится вот такой вот липучкой и, соответственно, через выход идет к лямкам, на которых вот такими вот резинками, то ли на левой или на правой стороне, где вам удобнее, можно зафиксировать шланг гидратора. В большое пространство сюда вполне входит 15-дюйбовый ноутбук, если вы желаете его взять с собой куда-либо. Также здесь находится такой вот клапан, прикрывающий раму, через который эту раму, в принципе, можно выстегнуть и отстегнуть, на случай, если вы собрались постирать рюкзак или хотите его как-нибудь компактно свернуть. Такой достаточно продвинутый рюкзак, что называется для городских райдеров. Его можно использовать как велосипедный рюкзак, спинка здесь очень хорошо вентилируется, можно использовать для однонедных походов и вообще достаточно широкий спектр применения. Замечательная вещь продается в нашем магазине. Так что всех, кто заинтересовался, звоните, спрашивайте, подписывайтесь на наш канал, смотрите видеообзоры. Для постоянных клиентов всегда хорошие скидки. Ну, вот и все, дорогие туристы. Теперь до следующего видеообзора. До свидания.